Всем привет, дорогие друзья и подписчики! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Димка, Бисткьюти. Я сегодня хочу поговорить про поводу канала, поговорить обо всём, про всё и ответить на ваши вопросы, которые я давно не отвечал. Вы спросите, почему я не отвечал давно? Потому что я не знаю. И, как вы знаете, у меня уже... Сейчас, подождите, я скажу, у меня около 6 тысяч подписчиков! Почти 6 тысяч, да, вот не хватает ровно 100, и уже почти 250 тысяч просмотров, что очень... Для меня это очень круто! Большое спасибо вам! Без вас я этого бы не добился! Так что большое спасибо, что вы со мной, что вы смотрите меня! Я очень благодарен вам! Также я хочу поговорить о ваших вопросах, потому что я не отвечал на них очень долгое время, потому что то нету время, то праздники, то я куда-то уехал, то выходные, то опять нету времени. То есть, сейчас я нашёл время, сел, и сейчас буду отвечать на них. Итак, если честно, последний вопрос, точнее, сейчас буду отвечать, был 13 ноября! Сейчас январь, и... Ну, будем догонять, отвечать на побольше наших вопросов, побольше, побольше. И догоним, догоним, дойдём уже, не будем отставать от расписания. И этот вопрос был от Некита Фирсова. Привет, Димка! У меня такой вопрос, будешь ли ты делать обзор на FIFA? Нет, я это отвечал. Евгений Гроссу. Привет, Димка! Ты не хочешь сыграть и позаписывать шустрелом Терентием в Warface? Заранее спасибо, удачи в развитии канала. Большое спасибо, Warface точно не буду, потому что... Ну, Warface это такая игра, что... Я её не считаю нормальной игрой, то есть для меня Battlefield, даже в CS уже лучше поиграть, CS Source. Мы периодически играем, но это не то, конечно, но... Warface это, как я помню, там миллион доната, потому что я ошибаюсь, конечно. Но для меня лучше Battlefield. Привет, Дим... Если ещё просто от Славика Токарева. Привет, Димка, привет! Ты не хочешь сыграть шустрелом и Терентием в DayZ? Заранее спасибо, удачи в развитии канала. И ещё, какое твое любимое блюдо? Ну и больше с ними снимать Arma 2. Привет! С Терентием и Шустрелом снимаем DayZ. Ну как, снимаем не летсплеи, а просто моментов у нас, допустим. Сервак IOTC. Да, я спалил сервак. Какой ужас. Просто там мало онлайна в данный момент. То есть... Поубивать некого. И поэтому... Приходите только без счетов. Если вы с счетами, то вас накажут. Не знаю кто, но вас накажут. Ну просто... Людей мало, то есть найти какой-нибудь интересный момент тоже очень сложно. То есть... Чем больше онлайн, тем интереснее играть, тем... Может чаще видео будут выходить. То есть больше экшена. Мое любимое блюдо... Наверное, пицца будет. Или суши. Я не знаю. И снимать Arma 2 именно отдельно нет. Arma не будем снимать. Потому что... Ну, играть можно, но снимать вряд ли. Так, спасибо за развитие. Спасибо. Максим Бабенко. Димка, играешь в Battle 3? Играю. Играю очень редко, очень мало. Ну и как пойдет. То есть иногда хорошо, иногда вообще... Плохо. Ужас просто. Михаил Кухновец. Привет. Почему ты не хочешь говорить, с кем работаешь? Неужели ты и правда сутенер? Где-то те, кто не понял его про наряды в бордере. Артем Горелков. Димуся. Почему ты такой одинокий? На тебя в видео никто не обращает внимания на твои слова. Коняшка прикольная. Словно тебя не обращают внимания. Я не знаю. Что это? Что за вопрос? Вроде обращают. Обращают даже, нет? Нужно подумать об этом. Спасибо за вопрос. Такой отличный. Гениальный. Дина Инчестер. Димка, говоришь ли ты на риднеукраинский и любишь сало? На риднеукраинский я говорю плохо. Дуже погано. Ну, как бы, говорю плохо. У меня по-украинскому языку была двойка. Ну, потом как-то репетиторов нанимали, чтобы исправить все такое. А сало, сало, ну, так себе. То есть, когда очень, знаете, захочется. Допустим, захотелось чего-то. Это рассало. И, ну, опять съел кусочек маленький. И все. Расхотелось. Витя Левин. Димка, где учился в Америке? В Америке я учился в маленьком городе под названием Леди Смит. Учился там я в десятом классе. Учился, ну, так. Учился. Довольно, кстати, интересно было. Прикольно. Классно. Я бы еще и там поучился, потому что очень понравилось. Совсем не Украина, как сказать, если честно. Вообще разный. Менталитет разный. И люди разные. То есть, как в другом мире побыл. Михаил Кухновец. Дмитрий, а как вы расслабляетесь? Кстати, благодарен вам очень за позитивное видео. Спасибо. Какой вопрос. Расслабляйтесь. Но расслабляться я могу пойти погулять с друзьями. Ночью. Днем. Пойти в институт. Нет, я шучу. И в зал можно пойти. Куда-нибудь еще. О, допустим, поиграть в ту же доту или в дейс с друзьями. Тоже очень расслабляет. Если, конечно, в доте не раки в команде и в дейде нас напали читеры. Никита Костенко. Димка, не хочешь ли ты разыграть... Не хочешь разыграть какой-нибудь ключи? Например, в РЗ. Нет, я не буду ничего разыгрывать. Разве что, если вы мне их не подарите, чтобы специально для... Для конкурсов. То есть, если вы хотите стать спонсором, вы можете им стать. Я не против. Данил Бунковский. На трансплите написано. Сейчас сложно прочитать. Тимка, привет. На пару вопросов. Не хотел ли ты сделать открытые игры с подписчиками? Не знаю. Может, в будущем, но не сейчас. Два. Будут ли конкурсы? Конкурсы, как я и сказал, могут быть. У меня есть около 10 инвайтов в доту, но я думаю, у всех есть уже доты, кому надо было. Три. Какая-то любимая игра, команда по доте? Нави. Нави, потому что команда, как наша украинская, единственная, наверное, которая могут представить так хорошо во всем мире. То есть, дотеры по всему миру знают ее. И отдельно я хотел сказать, что Дэнди и Лост. Вот самые такие любимые игроки, которые довольно хорошо себя показывают. Дима Белов. Привет, Димка. Какой это твой любимый фильм? И смотришь ли ты The Walking Dead и играл ли в одноименную игру? Привет. Ты мой любимый фильм? Я не знаю. У меня его нет. Я фильмы смотрю, но я забываю, какие смотрю, поэтому у меня его нет. Смотрю The Walking Dead. Очень интересный сериал. Всем рекомендую, если вы не смотрели его. И в одноименную игру я играл. Играл не очень много. Мне больше нравилось смотреть прохождение на ютубе. Что ты спросил меня, твой любимый персонаж Дота? Это, наверное, Пудга и Фурион. Вот мои любимые персонажи. А, и Тимберсоу. Очень люблю этого персонажа. Очень классно на нем получается играть. Резак, Резак. Семен Рыбкин. Димка, а ты планируешь копы или просто игру с другими лестплеерами? Не обязательно уже с известными. Или только Шизом и Терентия? Копы с другими лестплеерами? Я, если честно, не против. Вообще не против. И не обязательно с кем-то известным. Просто потом мне пишут. Но если я смотрю, и мне не нравятся эти видео, которые снимают другие лестплееры, я не буду снимать. Просто потому, что мне не нравится это. Банальные какие-то неинтересные видео. Просто глупые. Смысл такой мне снимать тоже с ними. Никита Костенко. У тебя хитман лицензия или пиратка? У меня хитман лицензия. Покупал. Покупал. Не помню, где покупал. Или стим, или где-то еще. Не помню. Лариса Ким. Привет, Димка. Хочу спросить. Терентия. Так, а зовут Терентий? Раньше не встречала имен таких. Удачи на канале. Да, Терентия зовут Терентий. Очень гениальный вопрос. Да, его зовут. Михаил Гусятников. Димка, как ты относишься к Петросяну? Только не говори. Хорошая попытка, Петросян. Хорошая попытка, Петросян. Петросяну, ну как? Отношусь как... Не знаю, он устарел. Раньше его все смотрели, все смеялись, охотали. А сейчас... Сейчас только смеются над Петросяном, потому что он Петросян. Все, Влад Баранов. Преодима. Вопрос добавления в Стиме. А, вопрос добавляешь в Стиме. Черт, выделил. Понимаешь, да. Удачи с вами, канал. Спасибо. В Стиме добавляю, но уже, по-моему, предел. У меня всего пару слотов. Но эти слоты... Именно для тех, кого я знаю. То есть, у меня уже более двухсот друзей, которые... Вот, вы добавляетесь. Ну, просто я не понимаю, если честно, смысл вы добавляетесь. Я хотел заранее предупредить. Если вы добавляете в Стиме, ну, пишите хотя бы сразу, зачем, что вы хотите мне написать. А не пишите привет, я отвечаю привет. И вы молчите. Я не люблю, когда так делают. Я могу удалить из этого, потому что мне просто... Ну, не знаю, зачем так делать. Если хотите что-то спросить, сразу пишите вопрос. Без всяких, там, привет и ждете моего ответа. Просто пишите привет и вопросом напечатать. Так. Буду в благодарен, если вы это будете делать. Так. Александр Печенкин. Привет, Димка. А как насчет собрать команду вместе с Шузом на Тралл Селектионе? Ну, нет. Нет. Как бы уже в Селектион мы мало играем. А команду... Ну, как собрать команду? Это, как бы, такая игра, в которую... Можно просто говорить с командой рандомов. По микрофону, как и... Показывают опыт. Обычно команда попадается адекватная, Которая с тобой тоже разговаривает. И... С ними интересно играть. И... Если они адекватные, то вообще просто в удовольствие. Если капитан еще общается. Саня Дяновский. Привет, Дмитрий. Вы не бы хотели поиграть в плане Сай 2? Игра довольно неплохая. По ней можно снять пару видео. Релиз был 20 ноября. Она бесплатная. Честно, мы в нее играли с Шустрилой. Снимали видео... Да, да. Видео есть. Видео есть. И... Играли в нее на какая-то... Ну, опять же, космическая тематика. Будущее. Опять же, я такое тоже не люблю. Если честно. Стар Варсы. Как еще? Я забыл. Стар Трейк. И все такое. Мне это не нравится. Мне больше нравится там даже уже прошлое что-нибудь там. Вторая мировая. Что-то такое. Это более для меня интересное. И следующий вопрос. Семка Фокс. Димка, привет. Ты офигенный. Спасибо. Как дела? Дела хорошо. Отлично. Давно ли ты играешь в Доту? Доту? Не знаю. Больше года. Точно. Сейчас даже в Стиме посмотрю, сколько у меня наиграно во вторую. В первую я играл не очень много. Все... Ну, в общем, полгода. Но играл как? Пару раз в месяц. А вот сейчас во вторую я очень засел. Большое спасибо Максиму, который мне ее подарил. Инвайт. Когда только она вышла, он мне пишет. Типа, Тимка, нужен инвайт. Я такой. О, боже, у тебя есть инвайт. Давай. Он мне дал. И уже у меня 1400 часов наиграно. Не хочешь ли ты поиграть в Saints Row The Sword? Довольно веселая игра, но главное играть не одному. Ну, играю с Максимом. Играл. Прошли примерно 70%. И очень интересно, нравится. Но не снимаем, потому что снимать, я думаю, не то будет. Советуешь ли покупать Far Cry 3? Ну как, если вам нравится эта тематика, конечно, покупайте. Но я, допустим, поиграл, и мне надоела она. То есть я в нее больше не играю. Удалил ее и забыл. Всего тебе лучше, удачи, больше Гаррис Мода. Спасибо. Гаррис Мод может будет в скором-скором будущем. Кстати, вот No More Room in Hell. Да. И вот это ж Гаррис... Ну, нет. Это не Гаррис Мод. Я ошибся. Какой фейл. Ну, Гаррис Мода, думаю, в скором будущем будет. Ну, и опять вопрос от съемки Фокса. А еще есть предложение. Собери компанию, человек 5-8, поиграй. В Зашип игра офигенная. Нужно играть именно компанией. Посидеть, порать на запись. Офигенная. Еще раз спасибо. В Зашип играли. У нас была компания. У нас человек 5-8, как раз таки, и было. Мы в нее играли. Было очень весело, интересно. Но, опять же, не на запись, потому что... Ну, не для записи, по-моему. Так. Подержу. Как вы сказали на Планетсайде. Опять же, запись была. Ну, и на этом пока закончим. Большое спасибо вам всем за то, что вы со мной еще раз. Большое спасибо Максиму за последние советы, помощь, про-про-про-канал. И на этом все. Подписывайтесь в группу контакта, на канал. Ставим лайки. Пока-пока.